Привет, друзья! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, обязательно комментируйте. Также не забывайте о Телеграме, ссылка в шапке профиля. Российские солдаты бегут из Харьковской области из-за наступления ВСУ. При этом они жалуются на потери и бестолковое командование. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В очередном перехваченном разговоре российский солдат рассказал товарищу, как пришлось бежать из Харьковского направления. Окупант признался, что даже тяжелое вооружение не помогает удержать позиции. Кроме того, командир бросил свое подразделение. Там, где противник не просматривали ничего, блокпосты не выставили. Разворачиваются, смотрят, а там за деревней холм. На этом холме метров 300-400 украинцы стоят. Стою, наблюдаю, комбригу докладываю. А он говорит, наблюдайте. И все, в итоге донаблюдались, признался оккупант. По словам российского солдата, украинские подразделения нанесли мощный удар. У нас вот полуроты снайперов полегло. У них там взвод был, ползвода полегло вчера 12 человек. И все снайпера отказываются и домой, сказал солдат РФ. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что ВСУ не очень остановились на юге Харьковской области, потому что освободили Святогорск и возле Лимана бои были. По его словам, теоретически у ВСУ есть еще возможность и в перспективе развивать успехи там в дальнейшем. Но сегодня нужно еще понимать, что есть еще и Бахмут и Авдеевское направление на востоке, где враг наступает. И, очевидно, его нужно остановить. И, возможно, по некоторым направлениям, где будет возможность перейти в локальные контратаки, чтобы получить более выгодное тактическое положение на будущее, объяснил Мусиенко. Военный обозреватель заявил, что весь мир увидел титанические усилия ВСУ, блестящее освобождение огромной территории. Это большие масштабы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал, странички в ТикТоке, Фейсбук, ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok